Добрый вечер, интернет, привет, или там добрый день, или доброе утро, все зависит от того, где вы это смотрите и в какое время, да, то есть Александр Буздаков, друзья мои, режиссер фильма. Нет, ты перепутал, я не режиссер, я продюсер, а режиссер провожает вон Федора. Федор, что-то он как-то неудачно провожает. Господа, нам еще больше повезло, это продюсер, мы поймали продюсера. Да, деньги любят тишину. Да, деньги любят тишину, да, да. У нас такие вопросы обычно формируются из аудитории, которая переписывается в основном в соцсетях и так далее, да, то есть их вообще не интересуют ни гонорары, их не интересует, как вы понимаете, вообще художество и ценность кино, да, ну, как правило, они любят переписываться. В данном случае мы приехали сюда для того, чтобы просто понять ситуацию вот вообще с кино, вот с данной картиной, как вы оцениваете ее вообще, скажем, проходимость дальше по сетям кинотеатров, или все-таки, может быть, это лучше смотреть в интернете, как-то можно как-то... Ну, пока в интернете, я надеюсь, этого нет. Мы можем показать, сейчас экраночку снять. Ну, так давайте, что же вы здесь-то? А мы уже снимали, мы уже снимали много раз. Не-не, нас потом просят убрать всегда. Они сначала думают, что это невозможно, но это возможно. Лампочек нет. Я вот просто к чему сейчас говорю. Вот как бы целевую аудиторию вы определяете, как, кто будет смотреть это кино. Я вообще как бы не определяю целевую аудиторию, я думаю, целевая аудитория сама себя как-то определяет. Фильм делался вообще... Просто нужно рассказать предысторию. Да, лучше расскажите. Фильм был сделан для меня внезапно, в 89-м году, по-моему. Это прошло тысячелетие уже. Ну, в 89-м Олег его начал, они тогда с Федором дружили, с Башировым там, в общем. Ну, и делали такой фильм, достаточно серьезный. Но эта история, она просто есть уже везде, ее сто раз уже рассказывают, еще пересказывают по сто раз. А вот как-то другим языком можно, если можно, своим. То, что не рассказывали, в 2007 году, я у него на дне рождения, у Флянца, он приехал с фестиваля, где с Федором поговорили, где вот... И Федор дал ему пинка, типа, не хочешь доделать это кино? Что там у тебя там, материалы остались? Ну, материалы какие-то остались, там просто госты по хранению пленки не совсем соблюдались Олегом. Вот, ну, что-то там осталось. Вот, и я был у него на дне рождения, мы с ним выпили, так хорошо посидели, он говорит, посмотри вот это все, ничего не говори там. Я посмотрел, ну, и как бы меня зацепило. Потому что там есть, ну, действительно, кадры такие. Я вспомнил, как мне было там 19 лет, я отуронил там. Исторические уже, можно сказать. Да, ну, такая хрень, я там дружил с ребятами из ГИКа, ходил там на просмотры на эти учебные, их в ГИК постоянно. Но я смотрел там очень много вот, ну, французской новой волны, ну, такой классики, которую просто нигде нельзя было увидеть. Там и чешский кинематограф, и польский. Ну, такое хорошее кино было. Вот. Ну, и, собственно говоря, так мы с ним поговорили, и он говорит, давай как-нибудь. Ну, там так совпало, что я там кое-что продал, у меня были деньги, поэтому, в общем, мы начали делать. Большинство людей, которые там работали, работали бесплатно. Тот же самый Федор Бондарчук, да. Ну, звезда первой величины. Да как за идею? Они просто дружили с Олегом, ну, и как бы он... Ну, получается, даже есть за идею. За идею. Если не за деньги, то хотя бы за идею. Ну, вы знаете, я как продюсер премного благодарен Федору за то, что вот он взял, отработал на фильме по полной, вот реально озвучка. Как бы приехал на фестиваль кинотавры, представил его. Хотя, в общем, там был конфликт интересов, и, собственно, он был со своим фильмом там. Ну, тем не менее, в общем-то, вот сейчас он пришел представлять этот фильм сюда, в кинотеатр. Ну, то есть, как бы, ну, просто, вы понимаете, вот сейчас, что рассказывать о фильме, который вы не видели, да? А вот это самое интересное. Почему? А интересно, вы знаете, дело в том, что психология человека заключается в том, что все задают одни и те же вопросы со всех каналов. Вы являетесь пользователем интернета? Ну, вы знаете, последние 20 лет я даже факсы отправить не могу, я пользуюсь слугами секретаря, в общем, и, как бы, ни одного, да. Но пользователем я являюсь. Вот. Да. Если говорить о кино, то я люблю не такое кино. Из интернета я скачу кино совершенно другого рода. Ну, я знаю, что такое торрент, конечно. Вы нам интересны как продюсер, потому что все остальное спросили уже другие каналы. Стоп, ребята, вас я продюсировать не буду, это точно. Мне нужно пока отбить то, что да. То, за что могу убить, я отдал уже. Хорошо, тогда мы вас можем спродюсировать. Да, поэтому, да, но еще, в общем, я тут должен людям, да. Не, ну тогда мы вас можем спродюсировать. Поэтому я вас прошу, да, не вываливайте пока все это и не скачивайте, да. Дайте мне хоть немножко там, сейчас идет спрокат 30 экранами. Вот, нормально, человек сразу понял, о чем нужно говорить. Да, идет 30 экранами. И поэтому, да, все, помогите, конечно, ребята, просто, кто сейчас это смотрит, да, вы сходите в кино, денег дайте, потому что у нас в планах есть и следующий фильм, есть синопсис интересный. В общем, о фильме снимались, в общем-то, друзья, самые разные друзья просто, и все было даром. Петлюру он даром отработал. У него коллекция костюмов, человек, который лекции считает вообще-то в Европе об истории костюмов. Ну, Ира спела Епифанова «Лучший голос вообще России». Вот она стоит, кстати, где она? Где-то стоит. Мы ее изловим тоже. Поймаем, да. В общем, как-то так случилось. Андрей Романов, который был инициатором, это арт-директор Бункера. Бункер, да, он вообще бренд Бункер привез, собственно говоря, как бы рок-музыкантам там из Чехии. Это такой там пивной подвал был офигенный, где он там и зависал, собственно, альбом там писал. Друп Шпингель, по-моему, у него называлась такая. После Лайбаха второе место разделе Индепендент в то время они занимали. Ну, как бы все это, друзья детства, собрались как-то и решили, да, мы сделали это. Ага. А теперь, значит, вопрос по существу. То есть все, что не спросит вас ни один другой канал. Ну, вот чисто технически, что вы ждете от интернета в данном случае, какую поддержку? То есть вы хотите, чтобы я ответил вам то, что я не отвечу ни одному другому каналу? Нет, а вы не ответите другому каналу, да. Вы ждете от интернета вы поддержки какой-то. Нет, ну вообще вы рассчитываете на то, что это как-то будет помогать? Смотрите, вон, меня там эти самые, это женщина, я ее нанял, она тут все организовала. Ух ты, здорово. Да, это жена моего товарища, с которым мы знакомы 17 лет, а мне полтос уже. Вот он сидит с седой бородой, скромный. Да, надо, мы его покажем сейчас круглым планом. Не надо, не надо, не надо. Какой-то закрытый показ сегодня просто. Подюсер говорит, не надо, не снимайте. Да нет, снимайте кого хотите, ребята. Да, мы знаем. Главное, чтобы ваша многочисленная аудитория, вашего интернета канала, пришла все-таки в кино, посмотрела этот фильм, ну, и поимела какое-то мнение о нем. Вы знаете, я вот просто сейчас сразу перебиваю, предположим, я не в материале, да, не смотрел фильм, но могу себе предположить, что мне, наверное, было бы интересно посмотреть просто воздух этого времени, потому что, например, в 87-м году я в армии был еще. Уже собирался на дембель идти, да, и было ощущение такое, что если часть съемок снята в то время, и часть съемок доснята, я так понимаю, в 2007-м году, да, в 2008-2009-10-м. Да, 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 так оно и было. То есть, получается, в 2008-2009-й год вы доснимали, а потом ушел мошенник. А каким образом вы убрали, скажем, вот эту временную зависимость между тем? Это было бы смотреть просто и заметить эти стыки. Да. То есть, они заметны? Так их никто и не прятал, это было бы глупо. Вот, а, Егор, это фишка есть некая, да? Нет, ну, там брали Федора и вживляли его в хронику, например. То есть, это был процесс определенный. Там работал, вон, компьютерщик стоит, который там такое вытворял, вон тот мужчина с бородой, видите такое. Все компьютерщики с бородами, как обычно? Ну, конечно, некоторые их бреют. То есть, вот что самое интересное, на ваш взгляд, вот, ну, как бы, что человек не увидит в другом кино, вот то, что может увидеть вас? Вот буквально несколько слов. Вы знаете, фильм-то, на самом деле, неплохой получился, такой прикольный. Он был снят без государственной поддержки вообще. То есть, я обращался, как бы, в Министерство культуры, в Департамент кинематографа, вот, с материалами приходил, это было в 2008-м году. Ну, я там не нашел понимания, поэтому пришлось как-то обращаться к другим людям, собственно. Как всегда, в общем, получается. Нет, ну, после Кинотавры, как-то, когда и Министерство культуры стало понятно, что это какое-то культурное событие, в общем-то, имеет отношение больше к культуре, нежели чем все остальное, что там было. Вот, они пообещали помочь с прокатом. Ну, пока, в общем, как бы, мы надеемся, что нам помогут. Пищать копии вот одной, так, просто, на пленке, да, стоит 22 тысячи рублей. Ну, в принципе, недорого. В принципе, да, для меня нет. Ну, я могу себе позволить вот эти 30 копий, которые сейчас идут 30 экранами. Ну, как-то, ну, что-то мне шеломает. Ну, то есть, я просто спросил немножко о другом. Ну, на самом деле, я просто надеюсь все-таки на Министерство культуры, потому что там люди слов на ветер не бросают, в общем-то, там... Ну, у них есть до этого бюджета, естественно. ...входят до департамента. Ну, я так слабо интересуюсь бюджетным процессом, хотя диссертацию писал именно на тему управления государственным бюджетом, да. На всякий случай пригодилось? Да, да, я работаю по специальности. Управляю, но небольшой частью. Бюджет? Весь не дали, да. Вот, и все-таки вот кусочек вопроса, который, наверное, ускакал от внимания. Я имел в виду, что что-то есть такое, что вот, например, компьютерная графика, еще что-то, что-то. Или есть что-то такое, например, я просто как и говорю, я не в материале, просто как человек, который вот встретил вас и говорю, почему мне надо сходить на этот фильм? Не надо, абсолютно. Не-не-не, я просто... Я никого не зову. Я говорю, я хочу сходить. А слушай, ты сейчас и бесплатно посмотришь, я говорю, не ходи. Я говорю, вот, ребята, сходите, денег заплатите просто, ну дайте мне хоть чуть-чуть просто вернуться. Вот это нормальный разговор. Раздай долги, да. Говор продюсер. Поэтому. Я понял. Ну, то есть мы там все-таки увидим что-то необычное, наверное. Не знаю. Каждый может там найти что-то для себя, да и в чем угодно. Понятно. Не, я мог бы там рассказать об альтер-эго, ну, о симуляции симулякры. Просто нахер это кому надо. Ну, почему же? Есть люди, которым может это нравится, да. Это же интернет. Человек заходит за одним, тыкает пару ссылок и уходит совсем с другим. Ну, это как мужчина, который зашел в магазин. А это самое. Зачем-то он зашел. Ну, в общем, это снаф, снятый на храмовой пленке. Его стоит посмотреть. Все. Вот это мы хотели. Хотели сказать коллекционерам. Product placement был. Нам прислали ящик шампанского. Там его распивали. Пришлось его за это самое засветить, да? Да не, его просто там выпили на съемках. Режиссер он так натуралистичен, да. Жена моя, в общем, работала реквизитором и костюмером с петлюрой. Реквизитор, работа реквизитора заключалась в том, что она никого не подпускала к ящику шампанского, а потом еще там коньяк распивали в одном месте тоже. Ну, и удалось вот. Удалось сохранить для истории? Да не для истории, для съемок. Там сцены были натурально сняты. А, то есть имеется в виду старое шампанское какое-то? Да не старое. Шампанское говно было такое. Это, кстати, на product placement. Да, вон там у нас более хорошее. Можно уготовиться еще. Вы опоздали, вы просто разливали. Не, мы не опоздали, мы как нормальные люди сидели, ждали наверху всех и думали, что туда как-то будет народ появляться, чтобы там не шуметь. А получилось все наоборот, быстренько все, раз, раз, раз. Ну, еще холодно в Москве, понятно, народ немного не в материале, скажем, в собственном, потому что когда холодно, уже хочется куда-нибудь приткнуться, где теплее. Ну, то есть в целом, я думаю, что мы с удовольствием сходим, посмотрим этот фильм. С большим удовольствием. А еще с большим удовольствием мы посмотрели бы его еще и в интернете. Посмотрите, кому что. Кому арбуз, кому свиных рящик. В тупик ставит такая цитата. Нет, меня вряд ли можно поставить в тупик, я просто думаю... В тупик можно поставить любого. Можно, да, но не с таким микрофоном. Вот, ну, в общем, на фильм мы обязательно сходим с большим удовольствием, посмотрим его. И, конечно, хотелось бы посмотреть на то, что в 87-м году, с чего это все начиналось и чем это закончилось. Работа. Ну, закончился это гран-при кинотавра, собственно говоря. Мы это с этим классом поздравляем. Спасибо. Все, ребята, друзья, PeopleStar. Друзья мои, PeopleStar на премьере, на постпремьере, можно сказать, уже все началось, да? Фильма под названием «Безразличие». Когда вы узнали, что этот фильм так называется, как вы вот вообще оценили своей степень участия в нем? Вы знаете, изначально я сомневалась, конечно, потому что название меня немножко смутило. Но, посмотрев сюжет и экспликацию, я, конечно, в полном восторге. Мне, на самом деле, очень нравится. Но, действительно, это арт-проект, это кино не для всех. Не для всех. Это, на самом деле, киноискусство. Вот это искусство. Мне нравится, как вы говорите. Я хотел, знаете что, во-первых, спросить и познакомить вас с аудиторией интернета, да? Если, ну, так положено, вроде как интернет-аудитория должна знать своих героев в лицо, с кем она разговаривает. Девчонки, можно вас представить? Да. Это Вера Панфилова. Ну, я могу сама о себе говорить. Меня зовут Вера Панфилова. Я приняла участие в этом кинопроекте, снимаясь в эпизодической роли. Вот. Но это было незабываемое ощущение, потому что съемочная группа очень теплая. Олег у нас давние отношения, потому что они дружат с моими родителями. Вот. Поэтому все было очень интересно, и кино прекрасное, потому что это взгляд свысока, и это действительно, как сказала Женя, это искусство. Вот. Меня зовут Евгения, я исполнительный продюсер. Также в массовке снималась. Знаете, действительно, мне было очень приятно, что вся съемочная группа, мы действительно стали как одна большая семья, и каждый участвовал во всем, абсолютно во всем. То есть, в ходе подборки костюмов. Каждый хотел принять костюмы. Это было замечательно. Теперь я буду вас задавать вопросы от лица интернета. Значит, количество просмотров в интернете может определить, скажем, ну, рейтинг это относительно все понятно, да? То есть, ну, можно накрутить просмотры, можно там в разные сети закидать одно и то же. В общем, это понятно. То есть, есть еще просмотры киношные, скажем, да? Будем говорить честно, что киношные просмотры – это количество собранных денег, даже не билетов, да? А вот артисты, который приглашен сниматься в кино. Значит, у него есть две, наверное, такие турбоцели, да? Первые турбоцели, естественно, как можно больше себя... проявить, соответственно, да, в такой, скажем, ипостаси, как актер, для того, чтобы на тебя обратили внимание другие режиссеры, потому что один фильм сразу же дает, ну, понимаете, да? Понятно, конечно. Такой паровозик. Вот. Есть неотвратимые фильмы, это когда вообще никуда тебя не приглашают, и их куда-то пригласили, и ты побежала. Есть выбор. У вас, как у молодых актрис, у девчонок уже, так скажем, 2012 года, сегодняшнего дня, да, где при наличии огромного количества сериалов, там, всяких там вот этой байды, все, которые происходят, понятно, что вы не можете остаться без работы, чисто технически, либо вопрос цены, либо вопрос просто связи, да? Всегда можно участвовать, хоть в пяти проектах никто ничего не запрещает. Вот. В данном случае, понятно, наверное, вы знали, что есть имя какое-то, да? То есть там есть имена. Ну, если фильм снимался в 87-м году, может быть, кого-то из вас еще и не было тогда. Не было. Не было, да? То есть вас еще не было, но фильм под вас уже начали делать. Получается так. Вы, узнав об этом, соответственно, согласились, потому что это, возможно, интересно. Тем более, наверное, это арт-проект какой-то, да? Да. Вот. И, наконец, из всего того, что я сейчас сказал, просто я подвел к тому, что я буду спрашивать сейчас. Да, да, да. Так как вы люди молодые у нас, вы с интернетом более наты, чем люди взрослые, те не понимают вообще, о чем я говорю. Они долго смотрят, как немцы, и ждут конца предложения, потому что в конце предложения может быть глагол, и ты поймешь, пошлют тебя или поблагодарят. Так вот, для вас он был удачным, неудачным, то есть и то, что вы себе представляли в начале проекта, и то, что получилось в конце концов, то есть сейчас вот средняя степень, да, и потом будет еще количество просмотров, то есть тотал, то есть в конце. Вот на этом промежутке между тем, что вы о себе там нафантазировали, и тем, что произошло, скольки процентное попадание? Ну, честно говоря, я началась, ну, я снялась в этом проекте тогда, когда я еще не училась ни в школе-студии МХАТ, ни в ГИТСе, я не поступила, поэтому особого какого-то представления у меня не было, то есть мне было просто интересно. Был интерес, и он обвенчался успехом, как получилось. На самом деле, мне просто действительно, результаты превзошли мои ожидания, честно говоря, потому что действительно, я тоже, когда начала заниматься этим проектом, я только поступила на первый курс ГИТСа на продюсерский факультет, и действительно, я думала, что это просто моя первая работа, и это мне было очень интересно, действительно, кому это не интересно, если это связано и с учебой, действительно, цель моей жизни заниматься этим делом. Хорошо, вот вы когда будете смотреть себя в интернете, я уже понял, перебиваю вас, когда вы будете смотреть себя в интернете, вы почувствуете легкую степень доверия к интернету. То есть, я говорю, вы говорите как есть, у нас язык бытовой, потому что все это возможно, это интернет, это не будет на телевидении, поэтому те люди, которые смотрят интернет кусочки, да, они никогда не включают телевизор, потому что это несовместимая вещь. Препо чесноку, как вот есть все дело обстоит, вы удовлетворены вообще, чем что произошло? Я удовлетворена больше, чем удовлетворена, потому что Гран-при Кинотавр для меня это было просто... Вы знаете, процентом соотношения сказать не могу, потому что, когда все это затевалось, я даже не думала о будущем, честно говоря. Я поучаствовала, и я не думала, я не знала о том, что существует там постпродакшн, то, что после этого все эти фестивали, еще что-то... Вам не надо об этом узнать, вы же актриса. Нет, я исполнительный продюсер этого фильма. Я актриса. Да? Актриса, да. И я занималась кинофестивалями и всем остальным. Понимаете, для меня, конечно, это произошло все мои ожидания, потому что ожиданий, как таковых, особенных и не было, потому что я даже не знала, в чем заключается суть киноиндустрии и все остальное. И благодаря этому фильму, на самом деле, я научилась работать, и я считаю, что для первого проекта это просто грандиозно. Что произошло, я полную поступку. И для вас, конечно же, это тоже грандиозно. Ну, да. А где-то я вас видел еще, кстати, мне кажется. Я сейчас снялась в фильме Урсулика Сергея «Жизнь, судьба», который выйдет осенью или в конце осени, или зимой. А еще где я мог вас видеть? Наверное, в клипах группы Алиса. О, да. Вот, да. Очень здорово. Вы понимаете, что вы в клипах группы Алиса? Да. В качестве самой Алисы? Нет, в качестве себя. Понятно. То есть, наверное, да. Может быть и так. Я говорю, смотри, у вас лица у обоих как бы такие присвеченные чуть-чуть. У обеих. У обоих. У обеих. Это интернет, смотри, понимаете, как меня поправляет. Все-таки русский язык это хорошо, что вы знаете. У обоих. Выкрутились. Да нет, а то что-то крутится, меня уже там знают все, я могу и не то еще сказать. То есть, внимание все не на меня как раз. Вот. Вы даже не знаете, как меня зовут, самое интересное. Правда? Да. Видите, это говорит о том, что пафос тут отсутствует вообще. Да и не нужно его, по-моему. А теперь вот без пафоса. Скажите вот интернету все, что вы думаете, почему надо смотреть фильм или не надо смотреть. Можете обратиться к своим друзьям. Кстати, это и есть ваши друзья. Нужно смотреть это кино, потому что это не стандартное видение какого-то определенного события, потому что это, в этом фильме есть язык режиссера, а это сейчас очень редко, потому что все под одну гребенку, что снимается, все это снимается для заработывания денег, а не для выражения себя или мира и для того, чтобы что-то рассказать. А здесь именно тот вариант, когда все это происходит из-за любви к кино, из-за любви к теме, которую она затрагивает, и, в принципе, из-за любви к миру. Очень хорошо. Я вот к веренным словам, абсолютно с ней согласна во всем, также хотелось бы еще добавить, этот фильм для настоящих эстетов, те, кто любит красивую картинку, потому что действительно операторская, режиссерская работа гениальная просто. Красивая картинка, в которой есть наполнение, это основное, что есть. Да, ЧБ, не ЧБ, ЧБ. Не важно. Это не важно. Важно. Ну ладно, теперь давайте будем нервничать. Давайте понервничаем. Готовы? Да. А, значит, потому что слишком сладко все уж как-то получается. Ну вот некоторые люди, которые сюда пришли, я не знаю, они смотрели фильм или нет, но может быть знакомы, да, они говорят, что это фильм долгострой такой. То есть понятно, да? Ну, 22 года он снимался, да? Всего лишь. Окей. Есть и подольше, который снимается. Ну как, не было ощущения, что вы там в Нафталину убились сразу? Абсолютно. Я считаю, это произошло от того, что в фильм начинали снимать молодой режиссер, молодые актеры. Это туда. В этом фильме присутствует просто дух юности и Нафталина никакого не будет. Потому что режиссер, он какой был в молодости, таким он остается сейчас. Потому что я лично просто, конечно, знакома с Олегом Пленгольцем, мы работаем вместе. И действительно, знаете, этот человек не может снять фильм, который будет пахнуть Нафталином и будет старым. Это кино, для меня, вот честно говоря, можно его отнести к классике арт-хаусу. Вот как-то так. Рок-н-ролл. Да. Хорошо. То есть, но не было ощущения, что что-то осталось из прошлого. И вам, грубо говоря, как знаете, ну типа Алиса в Стране Чудес или я не знаю, там какой-то другой фильм Тайны Третьей Планеты, что вас забросили в прошлое для того, чтобы исправить ошибки прошлого? Нет. 22 года, девчонки, вы представляете, что это такое? 22 года лежал материал. Ну и меньше чуть-чуть, да, где-то в 2007 к нему вернулись. Да. Все равно лежал где-то, пылился. То есть, где-то и генеральная идея потерялась, потому что я вам сейчас скажу одну простую вещь. А вы смотрели кино? Нет, я поэтому и говорю, что мне очень интересно с вами поговорить на фоне того, что я еще не смотрел, просто ваше мнение. Потому что когда я его посмотрю, возможно, у меня будет совершенно другое мнение. Поэтому мне удобно задавать эти вопросы, так как я вам их задаю, изначально не имея под этим никакой подоплеки абсолютно. Вариант второй. Ну, как я себе представляю, я же говорю, мне сказали, я пришел для того, чтобы взять интервью у людей, которые снимались в этом кино, и от того, что вы скажете, будет понятно, честны ли вы с аудиторией или не честны, то есть, стоит вам верить или нет. Вот этот глаз, который вы снимались там в кино, а сейчас вы просто говорите об этом фильме. Понятно, это не ваша уже немножко роль. Ваша роль сейчас, ну, грубо говоря, быть самими собой. Вот. И представьте себе ситуацию, что фильм снимался в конце прошлого тысячелетия, раз, в стране, которая не существует, соответственно, все очень сильно поменялось. Вы не знаете того времени, не помните, какое оно было. Я не буду спрашивать, легко ли вам было, нелегко. У вас были, конечно, хорошие учителя, режиссеры и так далее. То, о чем мы сейчас говорили. Все люди, которые вам помогали. Поэтому я и спросил у вас, не было ли у вас ощущения, что вы убились в нафтуалин, упали в такой. И надо что-то понимать в этом, ведь время совсем изменилось, время совсем стало другим. Нет, было ощущение того, что интересно было бы пожить в то время. потому что есть легкость, есть безбашенность, которая сейчас есть, но это все пошлое, очень много масок и понять, какой человек, невозможно. А в то время это было возможно, и благодаря этому хочется в этом сниматься. Значит, ну и в конце концов, я, наверное, подытожу, и мы там поблагодарим аудиторию. То есть получается из сказанного вами, что сейчас это вторично, вот то состояние, которое там было. Тогда это было первично, но когда было первично, вы это не могли оценить, потому что вас физически просто не существовало еще, правильно? Ни страны, то и ничего. То есть, на ваш взгляд, вам удалось вжиться в то самое время? Мне кажется, что если бы у нас было немножко больше съемочных дней, то нам бы удалось вжиться. Но поскольку это был один съемочный день и особо каких-то вживаний в ту атмосферу и в те обстоятельства не было. То есть была какая-то задача данной режиссером, которую мы выполняли. И был тот угар, который свойственен тому времени. И мы в него тоже влились. Просто не стоит забывать, что фильм снимался, конечно, в конце 80-х, начале 90-х. Вот про что я и говорил, половина своего спича. Но сам фильм в 60-х годах. И действительно, вот эту атмосферу, я считаю, что режиссер передал полностью. Даже сам режиссер там не жил. И мы никто не узнаем, конечно, как было там, тогда, потому что нас там не было. Но есть представление. Но есть представление и действительно, вот эта вот легкость, романтичность. поездки на картошку, наверное. А вот сейчас не этот фильм идет сейчас. Но этот? Этот. Вот я так мониторю так потихонечку и думаю, что вам повезло, конечно, что вы снимались у таких режиссеров. Ничего, что мы так, как интернет, сообщество вас немножко так помучили. Нет. Нормально? Ну, стандартных вопросов у нас не было ни одного, потому что мы принципиально не задаем стандартные вопросы. Телевидение смотрим редко, так же, как и вы. Создаем свои условия. Мне надо что-то сказать, вы так тянете микрофон к вам рту. Ну, можешь укусить его. Это у нас еще не было. У нас, правда, один раз собака укусила и были такие следы, когда человек смотрел и мы брали у него и говорим, извини, у нас укатился кубик и его покусала собака. Ну, он говорит, ну, ничего страшного. Известный человек. В фильме тоже собака. Да? Тоже покусала кубик от микрофона. Нет, она летала в космос. Отлично. Ну, я с удовольствием пригласил бы вас в составе, может быть, каких-то актеров подурачиться где-нибудь к нам на передачу, на какую-нибудь. Приходите, у нас всегда весело. Звезды 60-х и 50-х к нам ходят. Ну, в смысле, пока сами приходят, слава богу. Вот, молодежка и все остальное. Поэтому от канала Пипа Стал выражаем вам благодарность за то, что вы уделили нам целых минут 15 времени. Спасибо вам. Вам спасибо. и всем привет. Всем пока, девчонки. Все? Пока.